Юрий Трутни в Дальневосточнике смогут получить ипотеку под 2%. Получатели Дальневосточного гектара и многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе смогут получить льготную ипотеку. Ставка по кредиту не превысят 2% годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья. Это предусматривает проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, с которым ознакомилась российская газета. Подробности в интервью РГ рассказал заместитель председателя правительства полномочный представитель президента РФ в ТФО Юрий Трутнев. Юрий Трутнев, мы хотим революционно повысить качество жизни на Дальнем Востоке. Фото, Сергей Куксин, РГ Юрий Петрович, закончен сбор предложений в национальную программу развития Дальнего Востока. Она внесена в правительство. Что за документ получился? Юрий Трутнев, в нацпрограмму заложено ускорение экономического роста до 6%. Сегодня у нас больше 4%, это в 2 раза выше среднероссийских показателей, но до 6% еще далеко. Поэтому целый ряд мер в сфере экономики направлен на достижение 6% роста. Это докапитализация фонда развития Дальнего Востока, ФРДВ, механизм субсидирования процентных ставок по кредитам. В секторах экономики, которые могут обеспечить соответствующий приток инвестиций в нефтегазохимии, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа и судостроение, туризм, имеется целый ряд административных ограничений и барьеров. В общем широкий перечень дополнительных мероприятий, направленных на экономический рост, программа разработана по поручению президента РФ, которые он дал на Восточном экономическом форуме. Мы взяли за основу те задачи, которые поставил президент по Дальнему Востоку, 6% оттуда. Есть цели и задачи, сформулированные национальными проектами. Но их структура не предполагает достижения поставленных целей по каждому региону, а вот развитие Дальнего Востока предполагает, поскольку у нас есть прямое поручение президента достичь к 2025 году по всем основным направлениям жизни показателей выше среднероссийского уровня. Минус. Гектары на Дальнем Востоке будут давать ближе к городам. Юрий Трутнев. Обсуждение проходило очень активно. На сайте зарегистрировались 88 392 россиянина, они 455,9 тысяч раз воспользовались услугами голосования по тем или иным предложениям. В январе и феврале во всех регионах ТФО и муниципалитетах прошли встречи с жителями, в которых приняли участие почти 143 тысяч человек. Так что мы можем смело говорить о том, что более 200 тысяч россиян поучаствовали в разработке программы. В итоге получился очень жизненный документ, так как программа собрана снизу, не от наших представлений о жизни на Дальнем Востоке, а из десятков тысяч предложений жителей региона. Что из предложений людей вошло в программу, а какие были отклонены? Юрий Трутнев. Многие предложения вошли по прямым предложениям дальневосточников. Например, в Республике Бурятия предусмотрен капремонт Республиканской больницы, реконструкция городского комбината школьного питания, в Забайкале и покупка 54 автомобиля для здравоохранения, строительство центра единоборств в Чите, ремонт уличной сети. Продолжать можно бесконечно. Было подано 16,5 тысячи предложений. Очень много предложений, связанных с транспортной доступностью, со здравоохранением. Не сказать, что это нас сильно удивило, мы же бываем в регионах, общаемся с людьми и знаем, что их беспокоит. Другое дело собрать все пожелания воедино. Дальний Восток уже активно развивается. В рамках единой субсидии выделяем десятки миллиардов рублей на строительство школ, больниц, детских садов. Фото, инфографика РГС Лешантон Переплечиков, Елена Березина. Не знаю, как дальше пойдет обсуждение нацпрограммы, меня 2 триллиона рублей, мягко говоря, тоже сильно напрягают, я понимаю, насколько это огромные деньги. Но если мы хотим решить задачу так, как ее сформулировал президент, то это стоит столько. Что-то можно исключить, но тогда будет сложно достичь поставленных целей. Под дальневосточный гектар доступна площадь более 200 миллионов гектаров. Фото, Евгения Гусева. Комсомольская правда эта цифра может корректироваться. Юрий Трутнев, может, всегда есть поле для компромисса, некоторые объекты пришли с регионов, поддержаны федеральными министерствами, но тем не менее это объекты такой величины и так сложно доказать их окупаемость, что нам очень непросто будет их обосновать. Например, один мост на Сахалин весит 800 миллиардов рублей. Думаю, споры в Минфине о его судьбе начнутся прямо с начала внесения проекта. Но это предложение есть, Минтрансом поддержано, и мы обязаны его внести. Конечно, окончательное решение, когда строить этот мост и строить его вообще, будет принимать президент. Минус. Как дальневосточные СМИ выживают в современных условиях. Ряд предложений мы еще будем обсуждать на совещаниях с Минфином, у председателя правительства Дмитрия Медведева. По результатам подготовим нацпрограмму к рассмотрению на правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. И уже в сентябре на президиуме Гасовета, который пройдет на ВФ, представим ее президенту. Как в национальную программу встроены поставленные нацпроектами задачи. Юрий Трутнев, мы анализировали каждый раздел, у нас прошла куча совещаний с федеральными ведомствами, где-то мы соглашались, и нашей задачей было только добиться того, чтобы цели нацпроектов были применены к каждому конкретному региону, а где-то позволили себе дополнить цели нацпроектов. Например, в нацпроекте образования запланированы создания новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация учреждений среднего специального образования. На наш взгляд, этого недостаточно. В образовании для нас важнейшим является не только количество новых мест, но и качество образования. Нам нужны выпускники того уровня, которые завтра сделают экономику России сильнее, которые будут развивать нашу страну. Соответственно, нужен конкурентный уровень образования. Таких целей в нацпроекте не обнаружено. В нацпрограмме запланировано, что доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы, составит не менее 40%, а получивших 70 и более баллов по ЕГЭ, вырастет до 30%. Фото, инфографика RG слешантон переплетчиков, Елена Березина. Такие же вопросы, связанные со спецификой Дальнего Востока, возникли в сфере здравоохранения. У нас не хватает фельдшерско-акушерских пунктов, ФАП, люди долго ждут обследований, специализированной медицинской помощи. В нацпрограмме прописано, что в каждом населенном пункте будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи, прописаны сроки ожидания диагностики, не более 14 дней, МРТ и специализированной медпомощи, не более 30 дней. Время приезда скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут. Только на строительство ФАП предусмотрены 1,1 миллиарда рублей. Минус. Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы, какие меры предусмотрены по поддержке рождаемости. Юрий Трутнев. Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Целевую субсидию на проект в 7,5 миллиарда рублей получит ФРДВ. Фонд будет финансировать операторов программы, ипотечное агентство, банк и т.д. под газгарантией регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям. Будем стремиться к ставке для людей около 2%. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий – людей, которые хотят построить дома на полученном Дальневосточном гектаре, и многодетных семей. Объем земель, предоставляемых участникам программы Дальневосточный гектар, будет расширен за счет территории вокруг городов. Как дальше будет развиваться программа Дальневосточный гектар? Юрий Трутнев, мы не планируем вручить гектар каждому. Наша цель была в том, чтобы экономически активные люди, которые готовы трудиться и создавать что-то новое, имели такую возможность без волокита и многомесячных хождений по инстанциям. Эта цель достигнута, люди гектар получают. И сейчас мы хотим помочь им в двух вопросах. Во-первых, предоставить льготную ипотеку на строительство дома на выделенном гектаре. Во-вторых, увеличить площадь предоставляемой земли за счет территории вокруг крупных населенных пунктов, так как там уже есть инфраструктура. Фото, инфографика РГС Лешантон Переплечиков, Елена Березина, как участвует в работе над МЭЦ-программой «Профильные министерства». Юрий Трутнев, в правительство программа внесена, мы сняли разногласия, предложения проанализированы и согласованы со всеми профильными ведомствами. То есть, когда мы говорим о здравоохранении, дополнительных целях и дополнительном объеме финансирования, это не дайте нам, пожалуйста, денег. Это наша с Минздравом позиция, сколько средств нужно для того, чтобы решить поставленную президентом задачу. То же самое по образованию, спорту, культуре и другим разделам. В правительстве помимо вопросов финансирования программой согласовано. Мы регулярно встречаемся с первым вице-премьером министром финансов Антоном Силуановым, пытаемся найти выход. Фото, инфографика РГС Лешантон Переплечиков, Елена Березина губернаторов были возражения по поводу нацпрограммы. Юрий Трутнев, ни одного такого сумасшедшего не обнаружено. Мы хотим революционно повысить качество жизни на Дальнем Востоке за короткий срок, для этого требуются огромные деньги. Возражать против этого мне кажется странно. У нас были возражения, но не со стороны регионов, а со стороны федеральных органов исполнительной власти. Они проявили настойчивое желание записать в нацпрограмму как можно больше положений, которые не вошли в их отраслевые программы. Но тут мы себя вели сдержанно, потому что прекрасно понимали, что потом надо с этим идти в Минфин и доказывать. Мы считаем, что нацпрограмма это выход на другой уровень работы. Конечно, мы не изменим ситуацию за несколько месяцев или за год, но каждый день уже строятся предприятия, школы, больницы, детсады. Мне кажется, горизонт до 2024 года позволяет добиться такого же устоявшегося очевидного эффекта. Ровно такую задачу мы себе и ставим. Документ программу для Дальнего Востока написали сами жители. В правительство внесен проект национальной программы развития региона до 2025 года с перспективой до 2035 года. Документ в прямом смысле слова революционный, так как писался не в кабинетах чиновников, а самими россиянами. Предложения по развитию ТФО собирались через сайт dv2025.ru И при встречах населения с муниципальными чиновниками прошло около 3000 встреч в 11 регионах, затем граждане голосовали, и только одобренные людьми предложения прошли экспертный и министерский фильтр. Минус. Названы самые дорогие для путешествий на поезде города. На острове Русский в Примории будет создан один из крупнейших ватер-инновационный научно-технологический центр, который займется разработками в области ид, роботизированных и беспилотных систем, альтернативной энергетики, медицины и биотехнологии. У НАЦ-программы серьезная социальная заявка, это и рост объемов жилищного строительства в ТФО в 1,6 раза до 3,9 миллиона квадратных метров в год, и обеспечение транспортной доступности удаленных населенных пунктов, и повышение качества медицинской помощи, а главное, ее доступность для всех, и строительство тысяч объектов культуры, спорта, здравоохранения и образования. В крупнейших городах запустят программу реновации городской среды, общественных пространств и улично-дорожной сети, предусматривающую в том числе и перенос из центров городов крупных промышленных и логистических объектов. Во всех удаленных населенных пунктах обеспечат авиационную доступность и высокоскоростной интернет, а на его основе доступ к услугам телемедицины и дистанционному образованию. В результате численность населения должна вырасти до 8,3 миллиона человек с нынешних 8,2 миллиона. Суммарный коэффициент рождаемости достигнет значения 2,7. Заявка с претензией. Ведь пока условия жизни на Дальнем Востоке ощутимо отстают от общероссийских, продолжительность жизни здесь 70,2 года против 72,9 по России. Смертность составляет 589 человек на 100 тысяч населения при 485 по стране. Доля ветхого и аварийного жилья равна 6% при 2,4 в среднем по РФ, а темпы ввода жилья почти в два раза ниже российских. Минус. Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей. В Южной Корее ставка по ипотечным кредитам составляет от 3 до 5% в зависимости от банка и текущей ставки рефинансирования. Стоит отметить, что воспользоваться этой услугой могут не только местные жители, но и иностранцы, имеющие долгосрочную визу или вид на жительство. Граждане других государств, имеющие корейский паспорт, вид на жительство, двойное гражданство, могут покупать и продавать недвижимость в Южной Корее на тех же правах, что и местные жители. А тех, кто получил всего лишь визу, требуют внести 40% стоимости квартиры в качестве первого взноса. Хотя и без этого иностранец может приобрести недвижимость в стране, правда, сразу уплатив ее полную стоимость. В Китае, хотя ставка по ипотеке также составляет от 3 до 5%, заемщик должен соответствовать довольно жестким условиям. Граждане КНР могут использовать ипотеку для покупки жилья лишь дважды. Первый раз они вносят первоначальный взнос не менее 30% от стоимости дома или квартиры. На второй кредит китайцы могут рассчитывать лишь после выплаты первого и внесения в качестве первого взноса не менее 60% стоимости недвижимости. Обратиться за деньгами они могут не только в банке, но и в специальные жилищные фонды, существующие с 1999 года, и в которые работник и работодатели отчисляют от 5 до 25% зарплаты. В Японии ипотеку берут по самой низкой ставке в мире от 1,5% до 2%, правда, цены на недвижимость в стране восходящего солнца, наоборот, одни из самых высоких. Выплачивать кредит можно до 50 лет, в случае смерти заемщика долг переходит по наследству. Иностранцам, чтобы взять ипотеку, надо заручиться поручительством гражданина Японии. Подготовил Юрий Кагалов. Власть, работа, власть и регион, экономика, недвижимость, ипотека, власть, право, жилищное, право, президент, полпреды, президента в федеральных округах, ТФО, выдача дальневосточного гектара, поправки в закон об ипотеке, рынок кредитования. Продолжение следует...